Добрый день, уважаемые любители шахмат. И я сегодня вам покажу, как гарантированно сделать ничью в итальянской партии, где белую продвигают e5 на седьмом ходу. Но надо отметить, что эта позиция также может возникнуть из берлинской защиты. Про что я говорю? e4, e5, конь f3, конь c6. И белая игра, слон c4. Еще раз повторюсь, если вы хотите играть черными на победу, то нужно попробовать сделать здесь ход конь f6. Хотя в любом случае белые могут сыграть d3 и разыграть тихую итальянку. Но подсолнце 5 проблематичен тем, что белых есть очень много ничьих. И вы даже не сможете ничего с этим сделать. Ну, в данном случае мы рассматриваем c3, конь f6, d4, e на d. e5. Это свежий ход, потому что все знают уже, что после cd, слон b4. Это очень ничейные линии. И все равно, как белые играют, слон d2, конь b, d2. Например, неоднократно я играл конь b, d2 белыми. Но это никуда не ведет после конь b4, d5, конь bd2, слон bd2, ферзь bd2, конь e7, d6, cd. И белые могут сыграть, например, 0-0. Я, например, так играл d5, слон d5, 0-0, войдя d1, конь бьет d5, ферзь бьет d5, d6. То есть надо отметить даже, что, наверное, у черных есть минимальные шансы на победу в этой позиции. Но фактически ничего не происходит. Просто белые разыграли такую линию, черные сыграли стабильно и сделали ничью. Ну, и то же самое можно сказать про ход вместо этого слон d2. Конь бьет e4, слон бьет b4, конь бьет b4, слон бьет f7, вернее, король бьет f7, ферзь дает шаг на b3, король f8, ферзь бьет b4, ферзь e7, ферзь e7. Король е7 может показать, конечно, что у черных чуть лучше за счет наличия слона, но данное окончание также крайне ничьей, да, скажем. Не говоря про то, что большинство здесь просто бьют на d2 и после конь d2 играют d5, еd, конь d5, ферзь b3 и это одна из самых известных ничьих в шахматах. В общем, если белые не хотят играть, то они так разыгрывают. Но, конечно, современные компьютеры показали, что e5, в принципе, очень играбельный ход, так играют сильнейшие шахматисты. Карлсон, Сор, регулярно это меняют за оба цвета. Черные, конечно, отвечают d5, после чего следует слон b5. Конь e4, cd, слон b6. Это стартовая позиция, которая нас интересует. Но надо отметить, что она также может возникнуть из берлинской защиты. Это белые играют слон b5, конь f6, d3. И лучшим ходом против системы d3 считается слон c5. Но что белые играют c3. И также лучшим ходом является провести в данной позиции d5. Сразу же захватив центр. Ну и здесь белые могут сыграть d4. Конечно же, у белых есть две других возможности, ed, либо конь bd2. Но в целом, его могут сыграть d4, ed, e5. Конь e4. Ну надо пить. Это лучше. Это единственный ход. Опять-таки конь e4. И все. У нас возникла снова та же самая позиция. Ну и белые в ней играют обычно в разном порядке. Слон e3 и конь c3. После того, как мы делаем рокировку. И в этой позиции, в принципе, огромное количество партий сыграно. Как вы думаете, нужно играть. Потому что тут уже есть определенный выбор. Но если вы сыграете конь c3, вы получаете хуже. Конь c3, bc, например, f6. Не работая белые. Просто делают рокировку. Слон g4 очень важно. Что есть вот слон e2. И современные движки дают в этой позиции за белых определенно плюс. Потому что их король в лучшем положении. Также надо отметить, что есть такой ход, как слон d7. Такая ловушечка. Напасть на конь e5. Ну это тоже никуда не ведет. Например, белые могут сыграть слон bc6. И рокироваться. И также есть ход f5. Насчет хода f5. В принципе, я совсем не уверен. Потому что белые могут сыграть g3. Ну, даже если белые так сыграют. Затем на проходе. То не совсем понятно, чего добились черные. Потому что они могут, в принципе, это сделать и чуть позже. Ну ладно. В общем, слон g4. Белые играют h3. Ну, конечно же, здесь надо отступать слон h5. Иначе зачем мы связывали коня. Перц c2. Ну и сейчас очень интересный момент. Как вы думаете? Нужно играть черными, чтобы фактически гарантировать себе ничью. На самом деле, со мной играли очень часто. Слон g6. И я играл постоянно против монгольского гроссмейстера. И фактически у нас возникало таби на ческоме. Я играл в ферзь b3. Ну, то есть в чем идея данного маневра. Что сейчас черная игра конь e7. Они вынуждены защитить пешку. Потому что до включения ходов h3, слон h5. Белые не могут сыграть ферзь b3. Это не угроза. Но d5. Потому что ферзь там может застрять. Да. Ну и белая игра трекировка. c6. Слон d3. И вроде бы у черных есть ход. Конь d2. Конь d2. Слон бьет d3. Войдя fe1. Например, это советовал Балаган в своей книге. Ну, а современные движки здесь показывают, что у белых явные шансы на преимущество. Они далее сыграют. Конь a4. f4. Например, слон f5. Конь a4. И далее сыграют f4. Я 5 или 6 партий выиграл у гроссмейстера из Монголии. Неоднократного чемпиона страны. Если вам интересно, можете зайти на мой профиль на ческоне. Посмотреть эти партии. Ну, надо отметить, что, конечно, тут не только можно играть конь d2. Можно играть и конь f5. И конь бьет c3. С последующим сон d3. Но я считаю, что как раз белые и играют эту линию. Потому что в главных вариантах у них все очень просто складывается. Далее, надо отметить, что также, возможно, конечно, конь бьет c3 в данной позиции. bc f6. Ну, эти позиции очень приятны. После e, f6. Белые отступают слоном на e2. И в какой-то момент черные вынуждены будут ударить слон бьет f3 сразу или несколькими ходами. Позже белые затем поставят пешку на a4. И у них по-человечески долгосрочное давление. Конечно, это далеко не выигрыш. Но не зря сильнейшие шахматисты современности играют это белыми. Еще раз перечислю тех, у кого эта позиция возникала. Непомнящие гири, соло, аронян, домингеш. Все они неоднократно это играли. Вот, поэтому это тоже линия. Возможно, за черных, но начинаются долгосрочные страдания. Что еще я не сказал? Какой у них есть еще возможный ход под номером 4? Ну, слон f3 совсем плохой ход. Если бить слон f3, то нужно это делать ходом ранее в этой позиции. Ну, это выглядит крайне странно. Белые получают преимущество от двух слонов. Далее создают атаку. Так что неожиданный ход, который делал черный. Я рекомендую от крестмейстера Янам Густавса на свой курс селекции. Под слон на 5. Не совсем понятен этот ход. Но белый делает тракировку. И как вы думаете, ради чего черные так сыграли? И если вы считаете, ради того, чтобы ударить на f3, вы правы. Потому что, если, например, сейчас ударить слон бьет c3, bc, то у вас намного хуже. Если сыграть, например, слон g6 сейчас, то ферзь c1, и опять-таки после размена на c3 будут проблемы. Есть, конечно, линия, где черные играют, конь e7. Затем отдают двух слонов. Вон c3 и конь f5 играют. Но тоже у них после этого проблемы. Поэтому здесь нужно играть. И так же не конь бьет c3. Потому что это укрепит центральную пешку. А слон бьет f3. Женеф. Ну и поняли ли вы, ради чего мы отдали слона? Потому что следующий ход, это не конь бьет c3. А что ж задумали черные? И это не ход конь g5, который вроде бы напрашивается. Тоже это типичная позиция, где черные начинают доказывать, что у них кони. Но вы должны понимать, что кони и игра на блокаду, это игра от защиты. И здесь у белых явный перевес. Конечно, пробить позицию не так сложно. Не так легко черных, но позиция неприятная. Следует удар, конь бьет d4. Вы, наверное, не поняли, что происходит. Но после слона d4 сейчас, наверное, до вас уже доходит. Что будет шаг на g5. И вы хотите дать сопернику вечный шаг. Белый играет король h1, либо король h2. И тут очень важный момент. Как нужно играть? Учитывая то, что ваш конь на e4 подвисает. И правильный ответ. Слон бьет c3. Важный промежуточный ход. Потому что если вы сыграете, например, fh5, забудете про данный промежуток. Белый играет конь e4. И они могут использовать коня для того, чтобы перекрыться от вашего шага. И вы просто играете теперь без фигуры. Потому что вечного шага нет после ff3. Поэтому важно ударить на c3. Но при этом это сделать слоном. Потому что если ударить конем, то опять-таки у вас вечного шага не будет. Владясов 1 уйдет. А конь на e4 выполняет важную функцию. Сейчас увидим какую. После охоты слон c3. И белые забирают на c3 слоном. После чего, как вы думаете, вы продолжаете давать вечный шаг. Если вы увидели противостояние между ферзями, то, наверное, вы заметили правильный ход ферзь f5. Но опять-таки возникает вопрос. А в чем проблема хода ферзь h5? И тут надо не забывать также про белого слона. Одной из возможностей у белых есть ход слон d7. После чего вечного шага не будет. Правильный ход ферзь f5. Ну и сейчас белые, в принципе, могут согласиться на ничью сразу. Если они сыграют король g2, мы даем шаг. Опять-таки, как вы думаете, с какого поля. Очень важно не ошибиться. Поля g5. Чтобы на ход король h2 у вас был ход ферзь f4. Да. Но белые могут также продолжить игру. Владя fc1. Старые компьютеры не показывали данный ход. Поэтому, в принципе, Ян Густавсон был расстроен. Что он вроде бы хорошо проанализировал. У него получается форсированный ничья. Но не все так просто. Как вы думаете, нужно продолжать данную позицию? Какую пешку надо ударить? Надо ударить пешку h3. Потому что, если ударить пешку на f3, то последует король h2. И в случае конь g5, опять-таки, есть ход слон d7. Если меня не изменяет память, у меня даже была подобная партия. Да. Ну, последует ферзь h3. Король g1. И, опять-таки, очень точный ход можно сделать. Потому что, если ход, который берется и попадает сразу же в глаза, ферзь h3 является грубой ошибкой. Белый играет слон f1. И дальше они используют слона как щит. И они остаются с лишней фигурой. То, что у черных три пешки, это не имеет большого значения в данной позиции. Потому что эти пешки очень быстро могут развалиться. Ввиду наших тяжелых фигур. Поэтому конь g5. Дополнительно атакуем. Ну, и белые защищаются от этой атаки. Силон e2. И следующий ход также является очень сильным. В принципе, компьютерным. Потому что первое, что бросает в глаза, наверняка ходку он бьет f3. Но я уже наметил проблему. В общем, плюс 2 после этого размена будет. Белые играют спокойно. Ферзь d1. Защищаются от вечного шаха. И начинают реализовывать лишний материал. Поэтому. На данной позиции нужно сделать ход ферзь h6. Неожиданный. Достаточно. Надо отметить, что вроде бы есть ход ферзь h4. Но он не настолько точный. Потому что следует сейчас слон d2. И в целом. Вообще-то можно сыграть ладья e8. И не все так ясно. Но если сыграть сейчас конь h3. Как играл тариф партии против Гранделиуса. То последует король g2. Кстати, забавно. В предыдущем видео мы тоже рассматривали партию Гранделиуса. Ферзь бьет f2. Король бьет h3. Ферзь бьет e2. Король g3. Ферзь бьет e5. Слон f4. И Гранделиус получил огромный перевес. Такая же позиция, кстати, возникла в партии Ремезов-Нестеров. Более поздняя. В общем, Гранделиус сыграл ничью. А Ремезов победил своего соперника. В общем. Ну, надо отметить, что движок здесь показывает ход ладья e8. И говорит, что после ферзь f5, в принципе, позиция достаточно играбельна. После хода конь h3. Король g2. Ферзь бьет f2. Король h3. Ферзь бьет e2. Ладья g1. Ферзь бьет e5. Ну, как она играбельна? По-человечески вы никогда не хотите играть такое черными. Потому что у вас много пешек. Но у соперника фигура. И все в лучшем для вас случае закончится эншпилем ладья и слон против ладьи. Что будет долгосрочное мучение. Поэтому ход, который гарантированно ведет княща. Это ферзь h6. Ну, все. Белые должны сыграть f4. Ну, король g2 никуда не ведет, очевидно. Еще одна ничья может быть повторением ходов. Сколько ничьих уже мы увидели в данном дебютном варианте. Еще раз повторюсь. Не играйте итальянскую партию. Пытайтесь разыгрывать дебют двух коней. Итак, следует конь h3. Король g2. Конь бьет f4. Надеюсь, этот ход не вызывает никаких сомнений. Белые играют король f3. Ну, и новая интересная задача. Как вы думаете, нужно продолжить атаку. Потому что здесь ход следующий не настолько очевидный. Но вы должны продолжать играть ферзем и конем. Потому что если вы, например, делаете такой ход, как ладья е8. То после ладья h1 вы должны играть ферзь g6 с разменом ферзей. Потому что угрожает мат на h7. Вот. Поэтому, конечно, можно подумать о ходе g5. Но ладья h1. После, опять-таки, размена ферзей у вас большие проблемы. Даже белый ферзь g6 могут тут ударить. Поэтому ход, который является профилактикой от ладья h1. Это конь g6. С идеей на ладья h1. Как вы думаете, куда отступить ферзем? И если вы отступили на f4, то вы ошиблись. Как говорится, шах увидел надо дать. Но в данном случае после король g2 у вас огромные проблемы. Нет никакого вечного шаха. Координация между белыми фигурами налажена. Поэтому надо играть ферзь g5. На что следует слон d3. Надо отметить, что это не единственная возможность. Но эта позиция возникла в единственной партии по переписке. Также, конечно, белые могут сыграть ладья h1. И тут черные должны дать шах на h4. Белые забирают на h4. Это, кстати, уже новая позиция. И сейчас они играют в ферзь f5. После чего следует c5 с угрозой, d4, ферзь g4, ферзь g4, король g4, ладья ae8, f4. И после f6 ладья e1. У черных есть такой ход, как h5, король h5, fe, слон бьет e5, ладья f5, король g4, и ладья бьет на e5. В общем, это все форсировано следует. И здесь король f3 близко к ничьей. В общем, опять-таки, я не могу гарантировать того, что в результате этого видео вы сделаете ничью, потому что тут вам еще придется помучаться. Но это ход ладья a g1, который не является ходом, который я разбираю с точки зрения белых в данном видео. А я предлагаю за белых более страшное продолжение слон d3, потому что здесь от вас требуется поистине феноменальная комбинация ради того, чтобы сделать ничью. Ну что ж, как вы думаете, вы продолжаете вашу атаку? Потому что если вы думаете, что надо сейчас уже подключить еще одну ладью, вы опять-таки ошиблись, потому что белый сыграет ладья g1, и на шах убегают королем. И вы можете, конечно, ударить на e5, но вы получите их удар на h7. Поэтому здесь следует очередой фантастических ходов. И опять-таки, это не конь h4, потому что последует просто король e2, и король убегает, ход d4. Вы можете, конечно, задать вопрос, а что это за ход. Но дело в том, что пешка неприкасаема, веду ферзь f4, и нужно сдаваться белым. Поэтому у них, в принципе, единственный ход слон d2. Как вы думаете, нужно продолжать вашу атаку? Если вы считаете, что надо взять пешку на e5, потому что вы забираете уже четвертую пешку, то вы опять ошиблись. Потому что после король e2, ферзь g4, король f1. Взять ее на d3, ферзь d3, нужно играть ферзь g6. И это плохая редакция окончания ладья и слон против ладьи. У белых здесь перевес. Поэтому нельзя бить на e5, нужно другой давать шаг, и это шаг конь h4. После чего, в принципе, конечно, белые могут ударить ладья, бьет h4. Ну, у вас тоже будут личные шаги. Поэтому следует ход король e2. Ну, надеюсь, вы поняли, что надо в этой позиции дать шаг. Ферзь g4, король e1. И опять-таки, в этой позиции у вас единственный ход, который ведет гарантированно к ничьей. Если вы думаете, что это ход конь f3 шаг, то вы ошибаетесь. Король f1. И затем угрожает взять 1h7. А если сыграть h6, белые могут далее стабилизировать позицию, например, сыграв слон a5. Это выглядит странно. Но затем мы сыграем слон h7, и наш ферзь может выйти на e4, и мы начинаем реализовать лишний материал. Поэтому нужно сыграть ладью на e8. Но это ладья а. Потому что если сделать ход ладья f e8, то после слона h7, король h8, белые могут сыграть слон e4 и на ладья e5 f3. Ферзь f3, ладья бьет h4, король g8, ладья f4, d3, ладья f3. Белые остаются с лишним материалом. Поэтому надо сыграть ладья ae8, слон h7, король h8. И самая забавная вещь, что сейчас не работает уже. Слон e4, введу ладья e5. И если мы сравним с предыдущим вариантом, то после f3, ферзь f3, ладья h4, король g8, ладья f4. В чем разница? У нас есть ход. Ферзь h1, мы забираем на a1. И теперь давайте сравним эту позицию. Потому что в той позиции мы так не могли сыграть. После ладья h4, король g8, ладья f4. Если мы сыграем ферзь h1, король h2, ферзь a1, белые играют. Ферзь бьет c7. И тут проявляется разница. В этой позиции у нас ладья находится на f8. И пешка f7 защищена. Видите? Насколько все сложно в данном варианте. И сейчас ферзь c7, этот ход является безопасным, ввиду того, что мы просто можем отступить ладью на h5. Совершенно фантастические нюансы, которые непонятны для человека. Поэтому лучше такие варианты знать наизусть. В общем, белые играют в этой позиции. Вместо слона e4, ферзь f5. На что следует? Как вы думаете, какой ход? Нашли ли вы уже финальную идею? Ну, я вас поздравляю, если вы сыграли ладья, бьет e5. В принципе, хоть что-то вы увидели. Ферзь бьет e5, конь f3. И белые не могут отступать королем на e2, либо на d1, ввиду конь e5, шах. И белые проигрывают. Поэтому надо играть король f1, конь d2, король e1, конь f3 с вечным шахом. Ну что ж, вот такая вот фантастическая ничья. От черных потребовалось огромное количество единственных ходов, чтобы не проиграть партию сразу, либо не получить худшее окончание. Поэтому никому никогда не рекомендую играть итальянскую партию. А если вы разыгрываете берлинскую защиту, то попытайтесь в этой позиции сделать что-то другое. Вместо того, чтобы переходить в данную версию. Ну, ладно. Так что играйте на третьем ходу конь f6. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях, сколько партий вы проиграли, какие дебюты вы хотите увидеть в следующий раз. И до новых встреч.